МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры делал DimaTorzok Места жалоб жителей. С подробностями моя коллега Ольга Муравьева. Специалисты администрации округа вместе с градоначальником обследуют Уссуриск. На этот раз путь лежит на междуречии, откуда поступают жалобы от населения. И без сигналов неравнодушных очевидна недоработка муниципальных предприятий. Первая точка остановки и первое распоряжение. Здесь нужно срочно очистить кюветы. Продвигаемся на несколько метров вперед. И вот он весомый недочет. Большая яма на проезжей части. Яму оставить. Скажи мне право. Ну вот как-то просмотрели. Я не знаю. Даем задание. Проверять надо все задания. Погода еще позволяет проводить работы по асфальтированию. Эту яму, как и другие попавшиеся по пути, срочно заделать. Дает поручение глава округа. Прямо по курсу сквер имени Кузьминчука. Сразу несколько жалоб поступило в адрес администрации. Причем просьбы жителей прямо противоположные. Одним не хватает света на площадках. Другим мешают фонари под окнами. Ведь рядом жилой дом. И только детвора полностью довольны новым комплексом. Вы просто поглядите. Молодцы. Нравится? Конечно. Осмотр города продолжается допоздна. В темное время суток специалисты добираются до конца Раковской. Жители этой многоэтажки обеспокоены, что грунт может сойти на дом. Ведь выше частный сектор. И там идет активная застройка. Поводов для паники нет. Тут ведется обследование земли. Рапортуют руководители управлений. Есть на чем работать. Наши специалисты, как всегда, делали. И не увидели две ямы. И я сказал, чтобы завтрашний день их заделали. Просто, конечно, смешно. Делать дороги и не увидеть две таких больших ямы. Ну и также мы проехали по жалобам. Посмотрели, что люди пишут правильно. Я думаю, что в течение недели все жалобы будут устранены. По прогнозам специалистов, больше недели еще будет держаться теплая погода. Как раз необходимое время для устранения недочетов. Впереди также общегородской субботник. Хорошая возможность всем жителям подключиться к очистке Уссурийска. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. Нет маски, нет проезда. По сообщению оперативного штаба, теперь приморцев не будут пускать без средств индивидуальной защиты в общественный транспорт и магазины. Об этом на заседании сказал и губернатор края Олег Кожемяка. Маска. Теперь этот атрибут стал обязательным при выходе из дома. Для многих, но не для всех. Административные комиссии ходят по городу и ежедневно выписывают все новые акты и протоколы. После волны послаблений количество заболевших не сокращается. Только за прошлую неделю по всей России 83 707. Это почти на 32% больше, чем неделей ранее. Олег Кожемяка собрал экстренное совещание, где выяснил, что больше всего нарушителей масочного режима ловят именно в общественном транспорте. Сделать так, чтобы завтра показатели по контролю за работой общественного транспорта вливались в какие-то уже понятные отчетные цифры. В том числе по тем нарушениям, которые так или иначе у нас есть. С тем, чтобы было понятно и владельцу транспортного средства, и руководителям транспортных организаций, что без маски садиться в транспортное средство нельзя. Вот и основная задача. Губернатор также предложил меры пресечения нарушений. Причем радикальные нарушителя высаживать водителя и владельца транспортной компании. Чтобы закрепить все на законодательном уровне, уже внесли поправки в официальный документ. Если после принятия документа недочеты все-таки будут, причем как со стороны водителей, так и со стороны пассажиров, автобусу или такси просто запретят выходить на линию. Следующее будет изменение в постановлении. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и багажа, железнодорожным, внеуличным, городским, наземным, электрическим, автомобильным транспортом, в том числе легковым такси, обеспечивать соблюдение гражданами санитарно-эпидемиологических требований, исключая нахождение пассажиров в транспортных средствах при отсутствии у них средств индивидуальной защиты органов дыхания. Уже как к себе домой в период пандемии административная комиссия ходит в магазины, но не за покупками. Продавцы маски носят, правда в некоторых точках все еще есть нарушения, а вот покупатели частенько все постановления игнорируют. И даже при повсеместно висящих табличках, буквально кричащих о том, что без маски нельзя, умудряются гулять по торговому центру без индивидуального средства защиты. Именно поэтому губернатор региона призвал уполномоченные органы и владельцев предприятий строго контролировать не только своих сотрудников, но и клиентов. Елена Карпенко, Игорь Антонов, Телемикс. Особый противопожарный режим на подходе в Приморском крае. Это время, когда запрещены любые манипуляции с огнем. Заблаговременно сотрудники Госпожарнадзора отправились в дачные кооперативы, чтобы предупредить собственников о мерах ответственности. В рейде побывала и наша съемочная группа. Пивзаводские дачи. Территорию обходят строгие гости в погонах. В Приморском крае приближается особый противопожарный режим. Время, когда любое разведение костров несет угрозу природе, жизни и здоровью людей. Задача сотрудников Госпожарнадзора предупредить. Ведь в момент действия режима будут применяться уже штрафные санкции. Мы включаем память по правилам пожарной безопасности, которые составлены в соответствии с постановлением правительства 390. Запрещено сжигать мусор, траву на расстоянии ближе 50 метров от объекта защиты. У Сергея Васильевича дачника с огромным стажем все под контролем. Охотно мужчина показывает свой участок, где, к слову, никакой сухой травы. Растительность здесь утилизируют в компостной яме. Соблюдены все меры безопасности вокруг мангальной зоны. Да что уж там, предусмотрено все и на случай тушения огня. Тут, в принципе, такого ничего нет. Если сжигают, то уже вот сейчас в это время и то в каждую бочку свою. У меня там бочка специально есть. Рядом вода, речка. Ну, рядом с речкой. А вот и мирный костерок. Предусмотрительно, собственник сжет траву вдали от деревянных построек и растительности. И пока это не считается нарушением. Но в момент действия противопожарного режима за такие огненные дела полагается штраф. Размер наказания от двух до четырех тысяч рублей. Есть такое заблуждение, что можно сжечь бочки. Но с наступлением режима, сведением, то есть он вводится распоряжением губернатора Приморского края. С сведением режима не допускается сжечь костры ни в каком виде. Максимум, что разрешено законодательством, это разведение не огня, а именно сжигание угля в мангалах. То есть без открытого горения. Все остальное запрещено. Кстати, наказать могут и нежгущих костры. Этим же законом предусмотрена ответственность за неубранные участки. Ведь сухостой тоже создает угрозу. Пока главное оружие пожарных – слово и памятка. Позже в ход пойдут и штрафы. Проверка ожидает все дачные общества, округа и жители частного сектора. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Барак на Тургенево, 46, пошел под снос. Недавно из здания выехала последняя семья. Так в городе идет второй этап реализации программы переселения из аварийного жилья. Рассчитано которое до 2024 года. К концу новые квартиры получат люди 138 домов. Все изношенные строения сравняют с землей. На сносе побывала наша съемочная группа. Много лет барак на Тургенево, 46, был как бельмо на глазу. До столетия этого здания чуть меньше 10 лет. Но не отметит ветхая постройка юбилея. В течение суток строение сравняют с землей. Муссурийский снос – это аварийные дома. Это один из пунктов муниципальной программы, финансирование которой по большей части – это федеральные и краевые средства. Зубья металла врезаются в блочные стены. Шаг за шагом и практически вековая постройка теряет свой облик. Здесь выросло не одно поколение уссурийцев. В этом году родные стены покинула последняя семья. Все жители стали участниками программы по переселению. А дом – объектом под снос. Этот объект у нас четвертый в этом году. Ранее у нас были снесены дома по улице Урицкого, по улице Речной и переулку Артиллерийскому. Еще в этом году у нас в планах снос аварийного дома по улице Горького. Программа переселения из аварийного жилья рассчитана до 2024 года. В очереди не один десяток семей и 138 домов под снос. Главная задача – приобретение новых квартир для участников. Предусмотрены средства и для работ по ликвидации старых строений. С виду совершенно несложная задача, но это лишь на первый взгляд. Ну, сложности только в том, что попадаются деревянные конструкции внутри перегородки. Вот это все. В чем сложность деревянных конструкций? Сложность в том, что при моменте обрушения стены как бы падают так, как мы задаем им направление, а деревянные конструкции мы не можем предугадать этого. Поэтому объект обнесен забором. Находиться здесь опасно. Наготове техника для вывоза мусора. Кстати, деревянные части строения подрядчик отдает нуждающимся на дрова. До наступления холодов снесут как минимум еще одно подобное здание. Предполагается на этом этапе программы и расселение жителей. В приоритете 20 семей, которые признаны нуждающимися в числе первых. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. 153 килограмма наркотиков задержали в Уссурийске. В районе села Раковки обнаружено большое поле дикорастущей конопли. Там же задержан мужчина, который изготавливал наркотик. Кадры оперативной съемки. В районе села Раковка навидел мужчина. А это явное свидетельство противоправных действий задержанного. В мешках свежесобранная конопля. Здесь же место для высушивания растений. И такие запоздалые слова раскаяния. Сам он житель Михайловки. Но свою деятельность развернул в Уссурийском округе. Уважаемая общественность. Вот такая у меня ситуация. Я, блин, связался с наркотиком. Вырастил коноплю. Я вам, знаете, что хочу сказать. Не делайте детям пагубно. По словам мужчины, у него есть четыре ребенка. И очень взволнован ситуацией с детской наркоманией. Только вот душевные терзания не смогли удержать от преступления. Партия изъята. Экспертизой установлено, что в лесополосе мужчина хранил 153 килограмма марихуаны. Что квалифицируется как особенно крупный размер. Таких находок в Уссурийском округе не было давно. В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере. Мужчине грозит максимальное наказание. А это до 15 лет лишения свободы. Преступнику 47 лет. Здесь же он обещает исправиться. Кстати, сейчас в Уссурийске проходит профилактическая операция МАК-2020. Полицейские особое внимание уделяют сигналам о незаконном обороте наркотиков. Ольга Муравьева, Телемикс. Крупную партию наркотиков также задержали и сотрудники линейного отдела полиции. Житель Уссурийска хранил мешки с коноплей в гараже. В ходе обыска в боксе обнаружились и другие не менее интересные находки. С подробностями Ольга Муравьева. Звонок в дежурную часть линейного отдела полиции. Считанные минуты и оперативная группа спешит на выезд. В гаражных боксах Слободе обнаружена крупная партия наркотиков. А в этом небольшом чемоданчике все необходимое для первичного исследования. Это кадры оперативной съемки. Находку обнаружила группа в ходе обследования района. Местный житель хранил в гараже мешки конопли. Здесь же готовое гашишное масло и все приспособления для изготовления наркотиков. После изъятия партия перекочевала в экспертно-криминалистический отдел транспортной полиции. В наше подразделение на исследование поступила растительная масса, изъятая в ходе оперативно-ростных мероприятий. Наши сотрудники провели исследование данной растительной массы. И согласно исследованиям, данная масса является наркотическим средством, каннабисом марихуанной. Масса в высшем состоянии составила свыше 15 килограмм. Прежде чем установить массу находки, в лаборатории проведут ряд манипуляций. Точность, как в аптеке, здесь необходима для того, чтобы определить вес партии. Исходя из этого, будет назначен и срок наказания преступнику. Обычно это верхушечные части растения, которые содержат большое количество тетрагидроканнабинола, наркотически активного вещества. И вот это вещество у нас получается измельчают, используют в качестве курения, либо изготовления масла каннабиса, гашишного масла. Измельчают, сушат, взвешивают. Этот пакет – недавняя находка. А новая партия для исследования уже на подходе. Кстати, там же, в гаражном боксе, на слободе найдены патроны и взрывчатые вещества. Хозяин гаража дал признательные показания. Мужчине грозит уголовный срок – от 3 до 10 лет и крупный штраф. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Сотрудника полиции работа привела на больничную койку. Следователь Уссурийска опрашивал свидетелей кражи в ночном заведении. В итоге получил серьезные телесные повреждения. Сейчас ведется следствие. Виновных в избиении ожидает уголовная ответственность. Неприметное крыльцо вывеска свидетельствует о ночном режиме работы. По закону здесь просят соблюдать масочный режим. И даже график обработки помещений имеется. Но все же противозаконные действия в питейных заведениях, видимо, не искоренить. Ночью в этом заведении сотрудник полиции устанавливал обстоятельства кражи. Не по душе пришлась его работа двоим гостям заведения. Слово за слово. И началось избиение сотрудника. Следователь был в форме. Однако даже это не остановило разгневанных мужчин. Как позже установило следствие, напали на офицера при исполнении отец и сын. При этом оба оказались ранее судимыми. Вдобавок на момент происшествия мужчины были пьяны. Старший мужчина стал удерживать полицейского за туловище, ограничивая подвижность. А его сын наносить множественные удары по лицу. В это время на помощь пришли другие сотрудники полиции. Их злоумышленники были задержаны. Только подоспевшему наряду полиции удалось остановить потасовку. Исход которой мог оказаться гораздо серьезнее. Ведь двое пьяных разгневанных мужчин не собирались останавливаться. В итоге сын заключен под стражу. А отец находится под домашним арестом. Обоим грозит срок до 10 лет лишения свободы. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Как вести себя в условиях разгула коронавируса? Как организовать работу детских садов в период пандемии? Эти и другие вопросы обсудили на встрече контрольно-надзорные органы и представители частных дошкольных объектов. Все подробности смотрите в материале нашего корреспондента. Участникам круглого стола, представителям частных детских садов округа специалист Роспотребнадзора пошагово рассказывает, каким должен быть алгоритм действий персонала в случае, если появились признаки коронавируса у детей и работников. Любые действия, в которых вы сомневаетесь, у вас есть ли это Роспотребнадзор или Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому храму. Во всяком случае, если у вас заболевает ребенок, вы также что делаете в первую очередь? Вызываете скорую помощь, да? Срочно. Оказывается, есть необходимый медицинский урок. В ходе работы круглого стола был озвучен и перечень санитарных требований для детских садов. Помимо утреннего фильтра, обработки рук и измерения температуры, обязательно регулярное проветривание помещений и влажная уборка с антисептическими средствами. И прошу вас обратить внимание, когда вы будете приобретать данные дезинфицирующие средства, что они применяются именно в школьных, дошкольных, образовательных учреждениях. Там эта формулировка должна быть. Строго соответствовать инструкции. Специалист Роспотребнадзора призвала обратить внимание на безопасность игрушек, целостность посуды и инвентарь, который предназначен для уборки помещений. Остановилась и на организации питания, а именно на недопустимости поставки продуктов без сопроводительных документов. У вас должны быть документы на продукцию, которая находится у вас сейчас. Под занавес круглого стола сотрудник МЧС рассказал о требованиях к пожарной безопасности детских садов. В целом, как отметили участники, встреча была обстоятельной и конструктивной. Анжела Галышина, Роман Адонин, Телемикс. Дата 15 октября считается особенной во всем мире. Вот уже полвека День Белой Трости напоминает о тех, кто столкнулся с проблемами зрения и слепотой. Выпуск новостей продолжит рассказ о сильном духом уссурии, за которого не смог сломить недуг. Делайте вдох. Выдох. Уверенный со знанием дела, массажист Максим Волков работает с клиентом. Совсем незаметно, что мужчина не видит своего пациента. Как сам говорит, различает только 2% из возможных. Тени, свет и силуэты. Зрение стало садиться еще в детстве и постепенно почти полностью пропало. Но мужчина не отчаялся. Отучился на массажиста в Томске, уже больше 10 лет работает по специальности. Вот таких учреждений, где можно отучиться с нарушением зрения, несколько по стране. Самый ближайший это Томск был, Кисловодск, Москва, Санкт-Петербург. То есть, по сути, колледж-то обычный, но сделано специализированно для нарушения зрения. То есть, вся учеба, все лекции, все в МПТ-формате, все на слух. То есть, в этом плане проблем не было. 15 октября в мире отмечают День Белой Трости, который призван напомнить о слабовидящих людях. Максим пока таким приспособлением не пользуется. Ежедневные маршруты выучил до мелочей. Но в незнакомых местах приходится обращаться за помощью. Хотя окружающий мир пытается стать комфортнее для инвалидов. Но все равно идеально подстроиться, пока не получается. Проблема, допустим, номера на автобусах. В общем, для слабовидящих это на самом деле проблема. По табличке, если бы табличка была белая, да, и на ней черная цифра, то есть слабовидящему намного легче ориентироваться, чем табличка коричневая. Там непонятно, что написано. Дома Максима очень ждут. С женой Альбиной вместе уже почти 14 лет. Познакомились на празднике в канун Нового года. Разговорились, понравились друг другу. Отношения пришлось проверять расстоянием. В годы учебы видеться получалось только летом и зимой. Но справились. Ну, трудности у всех бывают. Поэтому нельзя сказать, что... Потому что он слабовидящий, у нас больше трудностей нет. В плане семьи, детей, быт весь на мне. Вот, наверное, в этом плане я сильнее с этой стороны. А так, конечно, мужская поддержка чувствуется. Хобби у Максима под стать характеру. Мужчина занимается пауэрлифтингом. Уссуриец дважды становился чемпионом России по жиму лежа среди слепых. В копилке спортсмена много кубков и медалей разного достоинства. Для сына Макара папа – образец силы и стойкости. Пример для подражания. Если бы не он, тогда я не ходил бы над дедом. Уссуриец Максим Волков доказал. Если в жизни случилась беда, можно и нужно искать выход. Проблема со зрением не помешала нашему герою найти свое счастье. И даже подтолкнула стать массажистом. И ежедневно дарить людям здоровье. Виктория Калинина, Анна Клыга, Игорь Антонов. Телемикс. Термином «мать-одиночка» уже давно не удивишь. Тот факт, что женщины воспитывают детей одни, без помощи их отцов, становится привычным и слишком обыденным. А вот отцы-одиночки встречаются не так часто. Но все же и они существуют. В гостях у одного из таких побывала наша съемочная группа. Уважаемые новопрачные, вы приняли на главных решениях в своей жизни. Соединить свои судьбы и идти по жизни вдвоем. Вот и наступил этот важный и волнующий для вас день. Еще недавно у них была свадьба. И, казалось бы, счастью молодоженов не было предела. Обещали хранить верность друг другу, быть рядом и в горе, и в радости, болезни и здравии. Но очень скоро любовная лодка разбилась. «Простите меня, я знаю, я никчемная мама. Я больше так не могу. Заберите ребенка, ему с папой будет лучше». Вот так. Одним взмахом пера молодая мама сняла себя ответственность за четырехмесячного ребенка и, словно забыв свадебную клятву, ушла из семьи. Функции обоих родителей сегодня совмещает 23-летний папа Степа. Несмотря на то, что молодой парень инвалид детства первой группы, и для него движение – огромный труд, даже мысли расстаться с сыном не допускает. Сегодня я испытываю проблемы с координацией движения и с неудовлетворительным состоянием своего позвоночника. И когда у меня не было ребенка, я думал, что это проблема, которая не даст мне жить полноценно. Когда у меня появился ребенок, и получилось так, что я остался с ним на едине, я понял, что ребенок не должен знать мои недруги, и я должен дать ему все то, что дают обыкновенные здоровые родители. Заботиться о восьмимесячном сыне Романе особенному папе помогают близкие друзья – Никита и Соня. Кстати, у Сони есть свой грудничок. И кажется, малышам вдвоем веселее. Это кошечка. А это медведь. И ты тоже хочешь, Ахтем. Теперь с Ахтемом делись. Сам Степан был нежеланным ребенком. На свет появился в 6 месяцев. Маленькому мальчику поставили диагноз – ДЦП. Эти кадры почти трехлетней давности. Со смыслом трогательный и проникновенный монолог о жизни он читает на сцене перед большой публикой. Нет, не плачет. И не пытается вызвать жалость. Напротив, гордится, что сумел выжить и жить вопреки всему. Не испытал я вкус отец. Оно закончилось в тот миг, когда при игре или в роддоме кроватке биску отказнили. А я один лежал и плакал. Совсем не нужно никому. Добой сбежала мать-купушка. И как могла. Я не пойму. И я без имени, без рода, несчастный, роженый, не честь. И лишь веками для рождения салаты белые врачи. Еще один диагноз – умеренная умственная отсталость. Спустя годы Степан сумел себя снять, доказав, что это врачебная ошибка. Сегодня ударными темпами осваивает школьные предметы. Во многом ему помогает руководство новонекольской школы. Наряду с этим Степан решает еще и проблемы детей-сирот. Уже порядка 20 ребятам он помог обрести крышу над головой. Я хочу обратиться к отцам, которые имеют мысли покинуть свою семью, уйти. В первую очередь, когда вы думаете об этом, вы подумайте, как будет жить ребенок. Не важно, будь это дочь или сын, без мужской поддержки. Анжела Галышина, Роман Адонин, Телемикс. У сурийские ушуисты вернулись с первенства России с медалями. Это был первый чемпионат после длительного промежутка состязаний в онлайн-формате. Достижение в виде семи медалей различного достоинства войдет как первое в историю городской спортивной школы, которая создана в этом году. С подробностями Ольга Муравьева. Тренировка ушуистов. Разминку ведет Павел Пустохин. Гордость и пример для подражания. На него здесь равняются малыши. Ведь на счету парня не один десяток медалей различных соревнований. С первенства России по ушу Таулу привез золото со всех видов программ. Это были первые соревнования после длительного перерыва. Когда приехали, почувствовал ту атмосферу старую. Когда участвовал, прям выходишь на ковер, чувствуешь, вот сейчас жахнешь. Круто. И стремления все сбылись. Из Москвы, кроме Павла, и другие уссурийцы вернулись с медалями. В наш город привезли семь нагрудных знаков. Это отличный повод поздравить и сказать спасибо. А еще выручить благодарности и сладкое лакомство. Сделали такое большое добро и вы войдете в историю однозначно. Как первые спортсмены, вы выехавшие, выступившие удачно, более чем на соревнованиях российского уровня, завоевав призовые и став победителями, внесли вклад в историю становления нашей спортивной школы. 350 участников из 33 регионов России. Непростая задача стояла перед нашей сборной. Особенно учитывая длительный удаленный формат состязаний, но смогли таки вырваться в лидеры. Причем, если, например, для Павла это был далеко не первый опыт, то для малышей дебют. В парном поединке Артемий Исайкин и Максим Абдулин завоевали серебро. Было страшно, когда я выходил на ковер, поэтому было страшно. А что страшное было со мной, скажи? Соперников много, или ты боялся забыть движение, или что? Боялся потерять равновесие. А ведь могло быть золото, раздосадован Артемий. Мальчик сделал выводы и намерен продолжать оттачивать мастерство. Работать есть над чем, говорит тренер. Кстати, в этом виде спорта предела совершенству нет. Ребята выступали в различных номинациях. Выполняли комплексы без оружия, с коротким и с длинным оружием. Ну и также дополнительно было в программу введено выполнение парного поединка. Вот где ребята наши отличились и хорошо себя показали. Впереди еще один всероссийский турнир и Кубок России по ушу. В ноябре очередной выезд. Кроме стандартных тренировок, у каждого стоит своя задача. Малышам удержаться в призерах и стремиться к более высоким наградам. А у Павла Пустохина переход в возрастную группу мужчины. Где, по его словам, пока предстоит быть среди догоняющих. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Сохранить природу и получить скидку на товары предлагают в магазине Эльдорадо в Уссурийске. Акция «Утилизация» действует до 2 ноября. При сдаче старой ненужной техники можно приобрести необходимую на несколько тысяч дешевле. Подробности смотрите далее в сюжете. Магазин электроники и бытовой техники Эльдорадо предлагает покупателям не только удобный процесс покупки и выгодные цены, но и продолжает уделять внимание вопросу бережного отношения к природе. Уже на протяжении 10 лет сеть регулярно проводит акцию «Утилизация», благодаря которой можно получить значительные скидки на покупку новой техники при сдаче старой. Техника стала неотъемлемой частью нашей жизни. Она делает ее комфортнее, она самих продуктивнее. Однако с ростом потребления мы не должны забывать, что уже отслужившие девайсы требуют правильной утилизации и переработки. Заботиться о природе легко и начать можно с простых вещей, принеся старые устройства в наш ближайший магазин. Тем более за это можно получить хорошую скидку на покупку новой техники. Любите природу, а она ответит вам взаимностью. Например, любой желающий может передать для утилизации старый телевизор или чайник, после чего с выгодой приобрести смартфон, холодильник, ноутбук, стиральную машину и многое другое. Собранная техника разбирается, а ее детали сортируются по размеру, материалам и содержанию вредных веществ. Пластик, металлы и стекло проходят вторичную переработку и отправляются на сборочные конвейеры. Очень скоро из них получают новые фитнес-браслеты, микроволновые печи, автомобильные запчасти и интерактивные игрушки. В акции участвуют более трехсот наименований. Акционные товары отмечены на сайте и в розничных магазинах специальным значком «Зеленая утилизация». Скидки могут составить от одной до десяти тысяч рублей. Узнал об акции с интернета, нашел старый телефон. Решил купить новый телевизор. Благодаря этой акции будет скидка 4000 рублей. Думаю, хорошее предложение. Буду покупать. Эльдорадо гарантирует, что вся сданная техника будет переработана максимально глубоко и без вреда для окружающей среды. Кроме того, сеть предлагает заказать вывоз старой крупногабаритной техники абсолютно бесплатно из вашего дома. Акция «Утилизация» продлится до 2 ноября. Экономьте с Эльдорадо, при этом защищая экологию. Все подробности и дополнительную информацию можно узнать в магазинах и на сайте eldorado.ru. Такой была эта неделя, а мы продолжим собирать для вас самые интересные новости. В студии работала Елена Карпенко. Увидимся на следующей неделе. Мы с вами находимся на проспекте Блюхера, возле Приморской сельскохозяйственной академии, на здании которой 5 мая этого года была установлена мемориальная доска одному из первых маршалов Советского Союза, Блюхеру Василию Константиновичу. Сам по себе Василий Константинович, личность действительно очень уникальная. Значит, свою биографию он родился в Ярославской области. Фамилия Блюхер происходит от того, что, как говорят, и настоящая фамилия его дальних-дальних родственников была Медведев. Но его прадед воевал в далекое время еще в Суворовских войнах. И когда он приехал в деревню, помещик говорит, о, приехал с Георгиевским крестом, говорит, о, ты как Блюхер у нас весь в орденах. Ну и вот так вот, как в деревне прицепилось, это целый род был Блюхерами, да. Василий Константинович рано пошел работать в 13 лет. Работал он на заводе. В это время начал заниматься революционной деятельностью. Его посадили за это, три года отсидел в тюрьме. Началась Первая мировая война. Он пошел на фронт. На фронте отличался смелостью и отвагой. Был награжден двумя крестами георгиевскими, медалью георгиевской. Значит, был тяжело ранен. Делали ему операцию. Поняли так, что он умрет. Его, короче, не было пульса. Медсестра, когда он лежал в палате, его отнесли в морг уже умирать. Потом чисто случайно кто-то обнаружил, что он шевелится там. Его опять вы... А, профессор, который делал операцию ему, да? Он... Где Блюхер? Блюхер лежит вот в морге. Вытащить его вытащили. Опять ему сделали операцию. Второй раз его в морг оттаскивали. Ну, в конечном итоге он, конечно, остался жив. Значит, его комиссовали подчистую. Ему категорически было запрещено служить в армии. Служить в армии. Кроме этого, у него после этой операции одна нога была короче другой. Мы этого никогда не замечали. Ну, мы его не видели, как в движении, да? Значит, у него была специальная ортопедическая обувь. И практически этого никто не замечал. Кроме того, на него был приказ Наркома обороны Ворошилова. Ему разрешалось... У него была болезнь. Ему не разрешалось находиться на солнце. И ему было разрешено носить пробковый шлем. Его подвиги можно охарактеризовать тем, что он был в 18-м году награжден орденом Красного Знамени номер один. Значит, и орденом Красной Звезды в 31-м году тоже под знаком номер один. Значит, как известно, в 38-м году он был репрессирован, репрессирован. Ну, и подвергся очень жестоким побоям, побоям. Значит, надо, наверное, понимать то время, то время, когда это была массовая репрессия командного состава Красной Армии, Красной Армии. Здесь непосредственно в Уссурийске, значит, он, будучи командующим отдельной Краснознаменной Дальневосточной Армии, здесь в Уссурийске находилась Приморская группа УКДВА. И практически он здесь находился длительное время. Кроме этого, ему заслугу можно для развития Дальнего Востока поставить то, что по его инициативе в 32-м году был создан особый колхозный корпус, задача которого была после того, как военнослужащие увольнялись, их убеждали остаться здесь, на Дальнем Востоке. И кроме того, что они занимались боевой подготовкой в этом колхозном корпусе, значит, они еще занимались и сельским хозяйством. Ну, такая маленькая, тоже незаметная черта, что в 32-м году тоже его была инициативная, он был в инициативной группе, как сейчас говорят, когда основывали город Комсомольск-на-Амуре. Он туда выезжал, они определяли место, где строить этот город. Значит, железнодорожный, вот этот вот проспект Димана Хуми, единственный проспект, значит, до 65-го года, он назывался железнодорожным проспектом, но в 65-м году решением уссурийского исполкома было принято решение о переименовании улицы Артиллерийской в улицы Героя Советского Союза Ивасика, улицы Госпитальной в улицу имени Героя Советского Союза Карбышева. И руководство посчитало железнодорожный проспект переименовать в проспект Блюхера, учитывая то, что все-таки для обороноспособности нашей армии, нашей страны он внес очень большой вклад. А вообще это вот здание, где мы находимся, возле здания института, до 57-го года здесь было управление Приморской железной дороги.